Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы будем говорить о границах. Нужны ли границы человеку в общении и физические границы? И чему они способствуют, и как ими пользоваться правильно? Пожалуйста, что вы сказали? Мне кажется, личные границы — это необходимость. Это позволяет человеку чувствовать себя комфортно, чувствовать себя в безопасности, что никто не пытается нарушить его личное пространство. Но я думаю, что в этом даже есть потребность в личном пространстве. Но ты можешь сказать о границах, которые уже существуют, и они тебя устраивают, к примеру? Ну, вообще существуют классификации личных границ, как раз начиная от личных, заканчивая публичными, которые варьируются от 45 сантиметров до 4 метров. То есть это зависит и от обстановки, и от людей, которые вокруг тебя. Хорошо. Получается, чем менее желанный гость, тем подальше его, ну, так аккуратно можно держать. Ну да, то есть если человек тебе неприятен, тебе с ним некомфортно, ты волей-неволей отклонишься назад или сделаешь шаг назад, например. Это только зависит от этого, приятен тебе человек или нет, или еще от каких-то факторов. Ну, это индивидуально. Потому что, например, тебе комфортно, если в разговоре с тобой человек может взять себя за руку, а кому-то нет. Кто-то хочет дистанцироваться, чтобы этого не произошло. Я наблюдал такую картину, как молодой человек, очень увлечен был молодой особой, и все, тянулся ей рассказать какую-то историю, и она все отходила, отходила подальше, чуть когда было такое, что чуть не свалилась со стула. И когда это уже стало явным, он спрашивает, ты что, боишься меня? Она говорит, нет, но когда ты на метр дальше, мне спокойнее. И, соответственно, парень отошел на метр, и общались дальше нормально. Я думаю, очень важно при знакомстве как раз выяснить эти личные границы и понять, как сделать так, чтобы не было другому человеку некомфорт рядом с тобой. Скажите, а сельский житель от городского отличается? Есть какие-то разницы в границах? Существует теория, что если человек живет в большом городе, у него одни личные границы, потому что большая плотность населения, а те, кто живет в деревне, так как людей вокруг меньше, соответственно, у них большая потребность в личном пространстве. Да, интересно, интересно наблюдение. Но вы обратили внимание, как приветствуют друг друга сельские жители и городские? Да так же, мне кажется. Да. У меня родственники живут в деревне, я к ним езжу часто. Вот, нормально. Так же, как в городе. Потому что я наблюдал следующую картину, когда в сельской местности соседи видят друг друга, они уже издалека, там еще метров 10 не нашли, они уже поздоровались. Городские жители, они достаточно близко, близко, ну так уже, чуть ли не вот рука встречается с другой рукой, буквально рядом друг с другом. А когда ведут общение, то сельским жителям, я обратил внимание, им комфортно, когда это общение на таком, на достаточно большом расстоянии. Ну, это мои наблюдения, конечно. Но вот какие границы вам нравятся, ну, к примеру, из физических границ, там, забор, там, не знаю, входная дверь, там, или еще что-то. Какие из этих границ вы считаете безопасными, а какие, может быть, менее безопасными для себя? Ну, вас устраивает ваша дверь в квартире, да? Ну, например, уже даже, когда дверь в твою комнату закрыта, как-то спокойнее, что никто... Не потревожен, да? Ну, постучат хотя бы. Так, так. У меня, в общем, в детстве, я очень часто и много играл в компьютерные игры. Вот. И, в общем, мама всегда ругалась, и прям вот, прям заходила, там начиналась истерика у нас обоих. Вот. И мы начинали орать друг на друга. И с каких-то пор я... А! Я взял у дяди, в общем, инструменты и сделал себе на дверь защелку. Ну, чтобы... Потому что она могла... Ну, то есть я приходил со школы, вот. И, по идее, должен был в это время делать уроки. И я их никогда не делал после школы. Так. Потому что хотелось просто посидеть и ни о чем не думать. Вот. И, соответственно, садился за компьютер. Вот. И очень часто она любила, типа, так дверь приоткроет, а она неслышно открывалась. Такая оп! И внезапно что-то... Да. А потом начинается истерика. И я просек такую фишку, что мне, конечно же, удобнее повесить вертушок. Я повесил на дверь вертушок и закрывался. Вот. И как-то произошло так, что я прям ее спалил, когда она хотела открыть дверь, а не могла. Вот. Это было очень забавно. Вот. Но мне стало спокойнее. И ей тоже. Ну, как... Нет. Ей, наверное, нет. Потому что она... Она привлезет больше, да? Я постоянно играю. Да. Но мне хорошо стало. Можно заметить, если, например, в семье ребенок расстает один, а потом появляется младший брат или сестра, то у старшего ребенка тоже появляется больше потребности в личном пространстве. То есть хочется закрыть дверь, хочется, чтобы твои вещи не трогали. Что касается тебя, то есть, например, он не заходил в комнату и не мог что-то сломать. То есть появляется такая потребность. Это важно. Да. А еще мы говорили там вначале, прозвучало про то, что личное пространство и эгоизм. Ну, вот я считаю, что личное пространство, оно может быть и в эгоистичном смысле. Например, когда я зашел в раздевалку, да, и ты повесил куртку и сказал, вот, например, вот эти вот все крючки не занимать. Вот это моя территория, чтобы ваши куртки рядом с моими не лежали. Вот это уже личное пространство, но оно как бы другим мешает. Лишнее может быть, да. Ограничивает. Да, ну, нет, почему это эгоизм? То есть, если ты ходишь в пальто и все приходят в куртках у грязных, то логично, что ты не очень хочешь, чтобы эти куртки висели рядом с моим пальто. А места-то мало. Видишь, ограничения могут быть с условием, да, потому что ты скажешь, если они грязные, конечно, лучше и логично, лучше их отдельно. Если они чистые, ну, пожалуйста, можно рядом. Но, видите, что касается границ, мы говорим сейчас о таких физических границах, но есть же определенные границы в отношениях с людьми, да, что вы позволяете человеку сделать, а что нет. Есть какие-то свежие примеры, когда вы не позволяли людям что-то делать, говоря им о границах. Ну, к примеру, там, шум после 11, там, или еще что-то. Или вам ставили какие-нибудь границы, ограничения? Ну, вот, например, даже в школе я, например, что-то пишу, и меня все время отвлекают. Ну, и, как бы, я не то, чтобы... Я не кричала, просто спокойно объяснила то, что когда я закончу, тогда мы с тобой поговорим, а сейчас мне нужно вот доделать дело до конца. А, хорошо, а еще? О, в последнее время меня прям раздражает очень сильно, прям бомбит от того, что... Ну, в общем, общаешься с большим количеством людей в день, вот. И так, ну, я не знаю. Одни и те же вопросы задают, да? Нет, не одни и те же вопросы. Сейчас происходит так, что у меня в гостях просто человек сидит, вот. И я, соответственно, занят другим и сижу, разговариваю в Дискорде с другими людьми. Вот, и получается разговор две стороны, как бы, я откликаюсь и туда, и сюда. Вот, и к ним момент вообще прям раздражает. И потом от этого начинаются обиды у тех и других. Типа, вот. И я понял... Ты мне не уделяешь время, а ты мне не уделяешь время. Да, я понял, ну, в общем, что нужно это прям жестко... Ну, а как? А как тебе решить эту проблему? Переговорить? Нет, просто говори, что я сейчас вот там, не отвлекать меня здесь. Ага. Или наоборот. Хорошо, хорошо. А у тебя как? Границами? Я в основном общаюсь с теми людьми, которые мне приятны, и им как бы особых границ каких-то я не ставлю. То есть я их не отдаляю куда-то на задний план. А те люди, которые мне неприятны, которые мне мало знакомы, конечно, я буду сначала насторожена так смотреть на них, приглядываться. А потом уже в зависимости от их характера, от того, как они понравились мне, не понравились, я буду уже определять какие-то определенные границы. То есть они станут мне близкими людьми или останутся где-то там на заднем фоне. Понятно. Хорошо. А как вы относитесь к тому, что вам ставят границы и они, ну, не совсем подходят вам, не совсем вам нравятся, да? Ну, мне кажется, срабатывает рефлекс, что я буду эти границы нарушать. Ну, хотя если это в отношениях, опять же, то есть у каждого свои границы. Мне кажется, это, например, зависит от национальности тоже. Кто-то, например, очень живо в разговоре может тебя касаться, там тебя обнять, как-то постоянно привлекать к себе внимание, а тебе это не нравится. То есть ты дистанцируешься, понимаешь, что у тебя другой менталитет и малознакомый мне человек неприятно, когда он, например, в такой манере общается со мной. Да, да, да. Знаете, я однажды общался, это была пожилая женщина, и она очень хотела, чтобы все, что она говорит, я внимательно слушал и смотрел прямо ей в глаза. И я имел неосторожность где-то отвлечься и посмотреть, так она, у нее такая крепкая рука была, она мне как прижала мою руку, я уж скричал, и она испугалась, говорит, что с тобой? Я говорю, мне больно. Она говорит, тогда смотри в глаза. Я говорю, понял. и весь, все общение я смотрел в глаза, никуда уже не отвлекался. Но это так, такой, был опыт у меня не самый лучший. Но самое интересное, что смотреть глаза в глаза, это тоже, то есть больше 30 секунд не сможешь этого делать, и людей это тоже выводит из зоны комфорта, поэтому если вы хотите какого-то хорошего взаимодействия, не стоит сажать человека напротив и не стоит заставлять смотреть себе в глаза. Напрягательно, да. Хорошо, хорошо. Кстати, это тоже речь о границах, о разумных границах, которые очень важно выстраивать. Мне кажется, еще это зависит от того, человек интроверт или экстраверт, потому что интроверт, он в принципе ставит себе границы, чтобы люди его лишний раз не трогали, чтобы они оставили его в покое. А экстраверт, в принципе, он может спокойно с кем-то обниматься и говорить бесконечно, мне кажется. Да, и у меня вопрос такой, скажите, а в общении с Богом могут существовать какие-то границы, какие-то правила, которым следовало бы следовать? Как вы считаете? Вот общение с нашим Создателем, оно так же, как и с людьми? Это очень абстрактно. Типа, в разных культурах Богу поклоняются по-разному. И, соответственно, для одной культуры, ну, все зависит от культуры. Ну, вот ты бы для себя, какие ты представляешь себе, ну, разумные границы, как вот общаться с Создателем? Ну, вот как ты молишься? Ты молишься Богу? Ну, расскажи. Ну, в классическом понимании нет, наверное, я не молюсь Богу. Так. Это не происходит, типа, наконец-то. Ну, а как ты мысли свои открываешь? Определенное время и так далее. Просто, когда что-нибудь делаю, вот мне, ну, хочется, я такой, типа, делюсь. Ну, это как разговор сам собой, по большому счету. Мне кажется, что Бог соблюдает личные границы даже лучше нас. То есть, нет такого, что ты в жизни сделал что-то не так, он это увидел, резко вмешался и все поменял. То есть, он очень адекватно относится к нам, то есть, не требует от нас чего-то. И опять же, Бог нам всегда дает выбор. Это тоже уже говорит о том, что у нас есть личное пространство и есть границы, которые он не нужен. Да, что произойдет, если человек не выбрал его и общение с ним, отказался от него и говорит, ты мне не нужен. Он ждет, пока человек придет. То есть, ну, Бог всегда открыт и зависит только от нас, как бы, готовы мы ответить на это или нет. Да, хорошо. Ну, Господь, конечно же, ждет, но грех-то не ждет. И если он уже одно нарушил действие, его за это, ну, он сам себя наказывает. Он мог бы так не поступать. А, помните, кстати, есть такое, что Бог милует до тысячи родов, а наказание до третьего и четвертого рода. Ну, вот как, как взаимодействие с Богом, может ли это прозвучать, как определенные границы? Вот я прощаю до тысячи, а если уже наказывать, то до третьего, четвертого. Вот, это, это похоже на какие-то границы или нет? Мне кажется, похоже. то есть, милость Бога, она безгранична, а какие-то вот наказания, они имеют в виду... Знаешь, я вот тут думал, значит, до тысячи родов, но как-то очень странно, если вспомнить Вторую мировую войну, сколько евреев там умерло, я не думаю, что это благословление было до тысячи родов и наказание. Как бы, не знаю, это, мне кажется, вещи абстрактные. до третьего, четвертого, ну, наверное, вот в плане проклятия до третьего, четвертого поколения, мне кажется, здесь чисто как-то физиологически это обусловлено, по образам жизни, и что это сказывается на твоих детях и, ну, про внуках и так далее. Скажите, а вы слышали когда-нибудь о таком, что прощение Божье, прощение Божье, оно, ну, что он, у нас есть такие тексты, что он долготерпелив, а чтобы он был вечно терпеливым, есть такое? Вы можете найти? Ну, даже, как бы, по истории мы видим, что, да, он терпел израильский народ, но, когда эта чаша терпения преисполнилась, он отправил их в плен, то есть, нельзя назвать его вечно терпеливым. То есть, определенные этапы происходят, границы, границы, понимаете, что происходит? Если человек отступает от своего создателя, если он сознательно нарушает, то появляются определенные последствия, но самое неприятное, что вместе с людьми, которые заслужили наказание, бывают случаи, когда заодно попадают и порядочные, и нормальные, добрые люди. Пример к тому, Даниил, помните? Он попал в плен в Вавилонске с друзьями, но он-то виноват не был. И, но меня удивляет, что, что Даниил, несмотря на то, что он не участвовал во всех злодеяниях своих родителей, там, дедушек, бабушек, он все равно в покаянии к Господу себя причислял к нарушителям, и он просил у создателя прощения, сознавая, что если бы он жил в то время, если бы он был современником тех нарушителей, то вполне возможно и был бы среди них, среди тех, кто отошел от своего создателя. но зная характер Божий, он просит о том, чтобы он помиловал. Еще мне что нравится, что не не вечно гневается Господь. У Бога есть определенные границы, которые мы можем нарушить. Но и когда Он дает возмездие человеку, это тоже не навсегда и не вечно. Но человек всегда выбирает, как ему взаимодействовать. Он проверяет каждого человека, а человек уже сам решает, как ему эту ситуацию воспринять. Хорошо. Какие еще границы вы знаете в больших масштабах? Если брать... Пожалуйста. Ну, например, критика. То есть не все люди любят критику и в основном тяжело ее воспринимать, но если она конструктивная, ты к этому относишься легче. А если человек критикует тебя, когда ты что-то делаешь в определенной сфере деятельности, и тебя это, во-первых, задевает, уже априори задевает, и смотря в какой форме он это высказывает. То есть бывают люди, которые лезут тебя учить, не разбираясь в этом. И я считаю, что это одна из важных личных границ. Когда идут нотации мораль читается? Да, да. Хорошо. А как выстраивать вот эту границу, если человек старше тебя, если это авторитетный человек, как все-таки отстоять свое право, чтобы не было вот этого психологического давления, чтобы не было напора в ваш адрес? Мне кажется, в любом случае старше тебя человек или нет, у тебя есть свои личные границы, и ты можешь спокойно сказать, если человек в критике переходит уже на личность твою конкретно, ты можешь просто сказать, мне это не нравится, я не готов это слушать, и, в принципе, мне кажется, это не должно обидеть человека. Как по мне, если ты уже позволяешь это делать, и такое произошло, значит, ты уже неправильно расставил границу. Что ты позволяешь? Что ты мог позволить? Он просто к тебе подошел, начал выговаривать это все, а ты стоишь такой, что это про меня? Это про меня сейчас говорят? Приводили пример про работу. Я не говорю, что ты вот кассир магазина, и к тебе валятся трое бухих мужиков, и начинают на тебя орать. Тут понятно все, ты этого не избежишь просто. Но когда, если ты работаешь, и твой начальник на тебя орет, хорошо, давай рассмотрим посторонние. Приходят посторонние люди, значит, что мы можем сделать? Мы можем пригласить ответственного, ну, например, если мы кассир, можем пригласить администратора. Но обычно, получая тогда оба, администратор и кассир, от этого не избежать, это просто надо вытерпеть и отпустить. Но в этом случае, да, просто стоишь. Хорошо. Хорошо. Тогда следующее, если это близкий человек, потому что самые сложные выстраивания границ очень часто возникают среди близких, среди родных. Ну, если какие-то нарушения появляются, как там действовать? Почему сложно именно с родными? Наоборот, мне кажется, с родными легче договориться. Ну, на самом деле, например, если происходит моральное насилие над детьми, в основном, 50% это делают близкие люди, как это ни странно. Близкие родственники? в основном, личные границы нарушают близкие родные, которые вокруг тебя. Они же считают, что тебя нужно воспитать, понимаете? Они считают, что они правы. Мне кажется, это нужно как-то с детства воспитывать. Например, если ты не хочешь, чтобы ребенок без спроса заходил тебе в комнату, ты тоже так не делай. Если ты не хочешь, чтобы он не трогал твои вещи, не трогай его вещи, соблюдай его личное пространство. Спасибо. Знаете, я что-то заметил. В многодетной семье дети придумали игру. Они разрезали покрывало на две части, и эти двое деток, они играли в игру. если устал от общения с взрослыми, они уставали друг от друга, они этим покрывалом накрывались, и правило такое. Никто не трогает малыша. Первое время эти малыши раз в десять накрывали себя в течение дня этим покрывалом, там, на пять минут, на десять минут. И все говорили, все, Андрея нет, Сережи нет. Им так было приятно. Впоследствии они реже и реже использовали вот это покрывало, но то, что детям дали возможность, это была однокомнатная квартира. И там было очень много родственников, которые там, кто-нибудь в гости приезжал вечно. И это помогло детям сохранить свое моральное здоровье, потому что иначе было бы, ну, это капризы постоянно. как они еще хотели живя в однокомнатной квартире с кучей родственников и детей. Ну вот. Не, 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 так не должно быть. Ну, а если возможности нету и средств нету, что ли? Ну, вы сами создали такую возможность и нарожали кучу детей. Спасибо. Ну, потому что, ну, а как по-другому, тут вообще треш какой-то. Да, ну, видите, в тесноте да не в обиде. Вот здесь важный принцип. Когда мы соблюдаем границы другого человека, независимо от его возраста, он чувствует себя комфортно. Более того, дети ведь очень часто, когда они шалят, когда что-то ломают, там, или еще что-то, шумят, это ведь они делают очень часто для того, чтобы привлечь внимание родителей. Как ни странно, для некоторых малышей даже то, что отец отшлепывает, они уже довольны, потому что обращено внимание взрослых на меня. И давно уже вот эти исследования ведутся, что человек, когда вызывающий себя ведет, на самом деле ему просто не хватает нормального внимания. И знаете, я заметил такое, когда когда видишь капризного малыша и говоришь ему о том, что вот ты требуешь, ну, к примеру, конфетку требуешь, да, и ты ему говоришь, тебе же хочется эту конфету получить? Хочется. Но от того, что ты так требуешь, родители не согласны брать? Он говорит, не согласны. А если красиво попросишь? Он начинает красиво просить. Родителям, ну, они не собирались дать ему эту конфету, но им было так приятно, что ребенок обратился нормально, с обычной просьбой, они ему дали эту конфетку. Потом ему объяснили, что эти конфеты кушать до еды нельзя. Ребенок, уже понимая это, кушает ее после еды. Постепенно выстраивая вот эти границы, на самом деле, вот когда дети приходят в лагерь, они же из разных семей приходят, и там нарушителей границ огромное количество. Но если детям вовремя объяснить, что правила лагеря вот такие, вот такие, тут еще нужно очень внимательно проследить взрослым, чтобы они первыми не нарушали эти правила. Дети-то они друг за другом проследят там. Самое интересное, что ребенку со взрослым сложнее взаимодействовать, из-за там авторитета и так далее. Но если вот, например, на практике вожатства педагогов, если ты садишься с ребенком на один уровень, на самом деле беседы строятся по-другому. То есть ты уже не ставишь себя выше, ты рядом с ним, и тогда общение происходит намного легче. Получается, что ты как друг говоришь ему напрямую. Ты понимаешь его как личность. Ты готов с ним взаимодействовать на таких условиях. Ну и разговариваешь с ним на равных прям. Да, и это приятно, потому что вожатый добивается успеха, да, и ребенок понимает, что его ценят. Недавно я обратил внимание, получилось так, что у мальчика, там у нашего соседа был день рождения, и я спросил, вот эту группу ребят, как вы будете праздновать день рождения. Ну, они начали рассказывать, какие они хотели бы развлечения, и на самом деле запросы были такие, ну, дорогостоящие. Я им говорю, давайте проведем день рождения этого мальчика, его Арсений зовут, давайте проведем его необычным образом, так, как никогда. Я принес 14 инструментов, это были вилы, лопаты, это была коса, это были пилы, самые разные, и вот мы начали работать. Самым, как вы понимаете, самым ходовым инструментом оказалась коса, она была одна, по очереди, их объяснял сначала по технике безопасности, как нужно работать, чтобы вокруг, там, в радиусе двух метров никого рядом не было. для ребят, когда мы работали над этими границами, когда я им рассказывал о том, какие правила, как нужно пользоваться инструментом, после того, как они узнали все эти правила, они их использовали, им так было интересно, они почувствовали себя взрослыми, взрослыми людьми. Что они тоже это могут делать. Да, на самом деле у них плохо получалось, но они старались, и к концу вот этого дня рождения, вот этого праздника, они обнаружили, что на самом деле они могут очень многое. И знаете, как специально в этот день мимо работающих детей проходил глава поселения. И еще с такими щедрыми, с такой щедрой похвалой, и, ну, конечно, не сразу, не сразу ребята сообразили, кто это прошел, потом они узнали, им так было приятно, что они выполняют общественно полезные работы. Я вам скажу, сегодня очень многие студенческие организации, они обучают молодежь, студентов, они раскрывают им преимущество того, чтобы человек не зацикливался на себе, чтобы он учился взаимодействовать с другими организациями, с людьми, и многим студентам показывают реальную пользу от того, что они могут делать что-то вместе. Но, опять же, делая вместе, вы не сможете ничего сделать, если не оговорены определенные границы. хорошо, спасибо, ребята, за участие, что вы задавали вопросы, отвечали на них. Если что-то по нашей теме, по границам, если есть, пожалуйста, можете добавить. мне кажется, что как раз роль эгоизма здесь в том, если ты пытаясь расширить свои границы, нарушаешь границы другого, вот, наверное, проблема ущерба. Да, именно это будет являться эгоизмом. Так, еще. Также интересно, что как бы не все люди открыто обозначают свои границы. Ты не можешь понять, нарушаешь ты его границу или нет. В этом проблема. У тебя есть труд, ты можешь сказать. Иногда по человеку даже самому видно, что ему нравится, что ему не нравится. Ребята, большое вам спасибо за то, что вы участвовали в этой программе. Дорогие друзья, ставьте правильные границы, соблюдайте их сами. И все у вас обязательно получится. До новых встреч. Еще.